Как получить выписку из единого государственного реестра недвижимости? Как поставить на учет садовый дом или земельный участок? Какие документы нужны для этого? И главное, куда обращаться к гражданам по возникшим вопросам? Сегодня об этом и не только пойдет речь в нашей программе в студии заместитель директора филиала кадастровой палаты при Росреестре по Краснодарскому краю Андрей Власенко. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как же все-таки организована работа кадастровой палаты в современных условиях? Ну, достаточно просто. С 2017 года у нас правила игры поменялись, и кадастровая палата стала подразделением Росреестра в смысле того, что нам делегировали некоторые полномочия Росреестра по оказанию государственных услуг, а именно это ведение базы именно реестра, единого реестра недвижимости и предоставление сведений из этого реестра. Ну, помимо того, еще некоторые мелкие незначительные функции. А так, кадастровая палата и Росреестр это большая семья, где друг без дружки мы никуда не уедем, и в Краснодарском крае мы очень дружим, и у нас все налажено взаимодействие на 100%. Ну, это замечательно, но все же, почему произошло вот это вот разделение Росреестру одно, вам, как бы их работа половинку отдали? Почему так? Ну, как я понимаю, законодатель достаточно просто. Государственный регистратор это юрист, он принимает решение окончательное. Кадастровая палата больше помогает государственному регистратору принять это решение, а именно внести сведения из заявлений, представленных документов в базу, подготовить эти документы для рассмотрения, сделать запросы в смежной организации, и уже для сокращения сроков принятия решения регистратора, уже ему поступает предварительное решение и сам готовый пакет документов. Ну, что сокращает сроки. Если помните, то до 2017 года сроки были в некоторых случаях и полтора месяца, потом их сокращали. Сокращали, и на сегодняшний день сроки достаточно короткие, в среднем это 7 рабочих дней, если это и кадастровый учет, и регистрация права, это 10 рабочих дней. Ну, если через МФЦ граждане подают заявление, то плюс там 2 дня на передачу документов. Именно вот это разделение по функционалу и способствовало сокращению сроков кадастрового учета и регистрации права. То есть тем самым вы, ну так скажем, помогли гражданам сократить по времени? Ну, мы законодатель так и придумал для реализации государственной услуги по регистрации прав и учет объектов недвижимости. Именно эта модель и была принята. Говоря об изменениях законодательства, скажите, кадастровая палата поддерживает продление дачной амнистии? Ну, насколько у меня есть информация, то дачная амнистия прошла, продление дачной амнистии прошло третье чтение. Сейчас в Совете Федерации на утверждение. И да, мы поддерживаем эту инициативу, поскольку кубанские жители очень активно застраивают свои садовые участки. И это поможет жителям, во-первых, оформить свое право на садовые домики, во-вторых, пополнить, естественно, бюджет, поскольку налог с зарегистрированных и поставленных на учет объекта будет поступать в бюджет. То, что поддерживают, это замечательно. Но приняли ли этот закон, продление амнистии? Или все-таки еще не опубликовано? А когда планируется? Когда люди узнают, что у них все замечательно? Ждем со дня на день уже полгода, когда инициатива все-таки дойдет до подписи президента. И граждане смогут воспользоваться упрощенным порядком регистрации на садовые домики. И хочется отметить, что именно на садовые домики, на земельных участках для садоводства, поскольку ранее упрощенный порядок распространялся и на индивидуальные жилые дома, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Сейчас инициатива только на садовые домики и индивидуальные жилые дома на садовых участках, поскольку с 2018 года необходимо для введения в эксплуатацию индивидуального жилого дома на земле ИЖС, необходимо уведомление о начале строительства, либо, соответственно, после окончания строительства о завершении этого строительства. Ранее это называлось разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас это уведомительный характер, но своя процедура в градостроительном кодексе прописана. Что касается дачной амнистии, мы узнали, а вот какие еще законодательные инициативы появились в последнее время? Ждем в сентябре вступления в силу упрощенного порядка комплексных кадастровых работ. Что упростилось? И вообще, что такое комплексные кадастровые работы? Это значит, что за федеральный, муниципальный, либо краевой бюджет, за государственные деньги, государство отмежует ваш участок. Даже так? Если он ранее не был отмежован. Для чего это сделано? Во-первых, для помощи гражданам. К кадастровому инженеру нужно выехать на место, в некоторых случаях запросы, документы, дополнительные работы. Поэтому это свободный рынок. И хочется отметить, что кадастровый инженер – это не сотрудники кадастровой палаты, как большинство из граждан в своих обращениях думают. Это индивидуальные предприниматели, либо сотрудники юрлиц, которые занимаются по договору подряда подобными работами. Что касается об оказании госорганами услуг, ваших услуг, в электронном виде, можете более подробно рассказать? Как вообще могут воспользоваться граждане? Росреестр вообще-то в первых рядах по оказанию электронных услуг. На сайте Росреестра более 30 услуг можно получить в электронном виде. Чем это хорошо? Тем, что вам не нужно выходить из дома. Вы можете это сделать хоть с гаджета, зайдя на сайт. Либо есть функция личного кабинета, если не часто пользуетесь данными услугами. И необходимо, естественно, наличие электронной и цифровой подписи. Это самое сложное в этом во всем, это получить электронную подпись. А где ее получить? Сложно, имеется в виду, что просто можно, если гражданин не знает, как ее делать, то, естественно, это сложно. На самом деле, достаточно просто. Паспорт, заполнить заявление. И также кадастровая палата, являясь удостоверяющим центром, может выдать вам электронную подпись для заключения сделок, для получения подачи запросов, также для оплаты госпошлин, оформления автомобилей и так далее. Ну, широкий формат электронной и цифровой подписи. На сайте кадастровой палаты можно всю информацию подчеркнуть и подать заявление, обратиться, получить электронную и цифровую подпись. Так это, повернемся к электронным услугам. Получив электронную и цифровую подпись, вы уже никуда не выходя, можете получить необходимую услугу. Чем электронную и цифровую подпись от кадастровой палаты выгоднее? Тем, что у большинства удостоверяющих центров ее выдают на год. Кадастровая палата может выдавать ее на 15 месяцев. Ну, то есть, за те же деньги вы ее получаете немного дольше. Вот, тем и лучше. Вернемся. Электронная и цифровая подпись, сайт, подали заявление, получили сведения. Регистрация в электронном виде у Росреестра занимает один рабочий день. Это самое важное, что должны знать граждане. И еще самое важное, при оказании такой услуги, это все-таки экономия времени. Ну, естественно. Ну, мы вернемся буквально через несколько минут. Это действующие лица, мы продолжаем программу. Андрей Иванович, какие еще услуги оказывает кадастровая палата? Ну, что самое интересное для наших граждан, это выездной прием. То есть, помимо, если у вас вдруг нет электронно-цифровой подписи, и вам не нужно ее получать из-за того, что вы там раз в жизни что-то приобретаете, к примеру, то вы можете, заключив с нами договор, мы к вам приедем, примем у вас документы на дому, в любом вам удобном времени и месте. Ну, естественно, при наличии паспорта, всех документов, специалист приедет, весь пакет документов у вас примет, сообщит вам номер заявления. И если вам и необходимо, чтобы вам еще обратно привезли, то и это тоже можем оказать такую услугу. Называется выездной прием. Что самое интересное, для ветеранов, естественно, Великой Отечественной войны, это совершенно бесплатно. Какие из услуг, которые вы предоставляете, по срокам придется долго ждать, а какие-то решаются очень быстро? Вот по практике, можете вспомнить? Ну, самое востребованное, это предоставление сведений, то, что у нас запрашивают. В этом году за первое полугодие было оказано электронных услуг по предоставлению сведений более 800 тысяч и 200 тысяч выписок на бумаге было предоставлено гражданам. Поэтому услуга очень востребованная и в электронном виде, отмечу, что на 15% больше, чем в прошлом году за этот же период. То есть граждане уже развиваются, приобретают электронные цифровые подписи и не выходя из дома... Она востребована, да? Ну, естественно, потому что край у нас достаточно активный по количеству сделок с недвижимостью, по оформлению, по строительству. Поэтому необходимо по покупателю, где ему подтвердить, что этот гражданин собственник, да? Он запрашивает выписку, видит, что да, действительно, этот человек собственник, и я куплю у него эту недвижимость. Ну, или для строительства, естественно, для подготовки документов необходимы выписки. Получение кредитов и так далее. В одном из вопросов мы с вами коснулись темы межевания земли, да, вот земельных участков. Вот скажите, как мне, собственнику, вот объекта недвижимости найти хорошего кадастрового инженера? Где вы их... где вы мне сможете помочь? Подыскать его? Ну, кадастровый инженер, как я вам говорил, это либо индивидуальные предприниматели, либо сотрудники юридических лиц, которые оказывают подобные услуги. Все кадастровые инженеры включены в реестр. Гражданин может по фильтру выбрать там регион, понравившуюся фамилию, и посмотреть его результаты, его деятельности. Там речь идет о, сколько он в этом году, к примеру, подготовил документов, сколько было положительных решений, сколько было отрицательных решений. Да, действительно, это достаточно большая проблема с кадастровыми инженерами. Это, если говорить о том, с чем сталкивается именно кадастровая палата, какие у нас проблемы могут быть, поскольку кадастровый инженер – это промежуточное звено между заявителем, собственником объекта и регистрирующим органом. Поскольку кадастровый инженер, он подготавливает весь пакет документов, делает межевание, готовит межевые технические планы, и уже результат его, качественный результат его работы, зависит от его качественной работы, зависит скорость получаемой услуги. У нас же люди не верят, хотят перепроверить все-таки, чтобы не было потом каких-то проблем с этим человеком. Информация в этот список поступает не от кадастровых инженеров, а от кадастровых палат и Росреестров всей России. То есть информация стекается о принятых решениях. Соответственно, поскольку эта информация для саморегулируемых организаций, в которых состоят эти кадастровые инженеры, может являться основанием для решения аттестата этих инженеров, поэтому информация и аккумулируется. Ясно. Получает ли город средства для проведения комплекса кадастровых работ? Ну, вообще, работаете, проводятся и какие? Город Краснодар. В городе Краснодаре еще не проводились подобные работы. Мы ведем консультативные переговоры, общались с краем, поскольку это сложная задача, достаточно, поскольку необходим пакет документов, которого зачастую нет. Это проект межевания именно территории. Но с сентября этого года законодатель упростил процедуру, и в некоторых случаях проекта межевания территории не требуется. Единственный город в крае, который провел эти работы, это Тимошевск. Как законно владеть землей, чтобы не быть в долгу у нашего государства? Для того, чтобы не быть в долгу государству, необходимо соблюдать градостроительные регламенты по использованию именно земельных участков. Что имеется в виду? У вас, к примеру, индивидуальный жилой дом и земельный участок для этих целей вам предоставлен. Вы собственник, но вдруг вам захотелось там сделать из гаража магазинчик. Но вы вид разрешенного использования не поменяли. К вам, естественно, рано или поздно придет земконтроль и выпишет штраф за незаконное целевое использование земельного участка. Для этого необходимо соблюдать градостроительные регламенты. И в случае, если так случилось, что вам необходимо использовать участок для других целей, естественно, выбирать другой вид разрешенного использования, который позволяет использовать этот объект для этих целей. Так мы избежим первым делом того, что не будем должны государству штрафы, уплата штрафов. И будем пополнять бюджет, поскольку, естественно, будут немножко другие налоговые ставки. Ну, если говорить о магазинчиках на индивидуальных жилых домах, земельных участках, либо другой какой-то, либо деятельности. Он также относится к земельным сельхозназначениям. К примеру, если землю и сельхозназначение не пользоваться три года, это является основанием для изъятия этого земельного участка. Либо, если гражданин согласен с том, что, да, действительно, я не пользуюсь, то его могут продать с торгов и вырученные деньги вернуть гражданину. С какими проблемами вы сталкиваетесь по работе? Ну, это, как я уже говорил, только лишь кадастровые инженеры, некачественная их работа. Поскольку, как мы понимаем, в любой сфере деятельности есть и достаточно средний персонал. И здесь зависит от качества и уровня именно кадастрового инженера, как он подготовит, как он сам хочет развиваться. Поскольку кадастровая палата очень часто проводит встречи с кадастровыми инженерами, мы им помогаем вникнуть в нововведение законодательства. Например, по Красноярскому краю у нас активных инженеров 600. Ну, в среднем, да. На наши встречи приходят около сотни. Это большое количество людей? Это мало очень. Это мало? Ну, 1,6, которая хочет развиваться. Ну, и процент приостановок из-за этого достаточно велик по сравнению со средним показателем по России. Поскольку, ну, вот, кадастровый инженер не хочет развиваться, ему неинтересно, либо он такой занятой, что не хочет ничего делать. И даже прийти послушать то, что мы им бесплатно рассказываем на наших встречах. Андрей Иванович, спасибо за интервью. Я надеюсь, что мы ответами, вашими ответами, очень многим людям сегодня помогли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.